Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 июня, Троицкая родительская суббота. В этот день за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 25. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьяка на отца Даниила. Глава 21, стихи с 15 по 25. Глава 21, стихи с 15 по 26. 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Петр говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его, увидев Петр, говорит Иисусу, «Господи, а Он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того?» И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство Его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сёстры, повествуют о беседе воскресшего спасителя с апостолом Петром на берегу Галилейского моря. Во время трапезы, приготовленной для своих учеников спасителем, он обращается к Петру с вопросом о том, любит ли он его больше, чем другие. Конечно, этим вопросом спаситель хотел испытать любовь своего верного ученика, который на словах был готов пойти за ним, но в момент суда над Христом трижды отрёкся от него. Архиепископ Оверкий Таушев пишет, «Весьма характерно, что в первый раз Господь спрашивает Петра, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Как бы намекая на то, что Петр обещал Господу большую верность и преданность, чем другие ученики. Характерно и то, что он называет Петра его прежним именем, Симон, а не Петром, ибо отрёкшись, обнаруживши неустойчивость, отсутствие твёрдости духа, он тем самым перестал быть Петром, то есть камнем. Ответ Петра показывает, насколько он смирился. Он уже не говорит о своей беззаветной преданности Христу, а только даёт утвердительный ответ на вопрос Христа, ссылаясь на его всеведение. «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Более того, по своему смирению, Пётр вместо глагола «агапан» — «любить», произнесённого Господом и подразумевающего любовь жертвенную и снисходящую к ближнему, употребляет другой глагол «филин», подразумевающего дружеское, сердечное расположение. Таким образом, Пётр уже не настаивает на том, что его любовь ко Христу является жертвенной, как он утверждал ранее. Ведь в момент суда над Спасителем, когда, казалось бы, эта жертвенная любовь должна была обнаружить себя, он проявил малодушие. Господь дважды обращается к Петру с вопросом о любви жертвенной, но в ответ слышит слова, выражающие чувство дружеской любви. Поэтому третий вопрос Спасители задают иначе, используя глагол «филис», то есть, как бы говоря, «Действительно ли ты друг мне, Симон?» Петра же опечалило как раз то, что он не сразу понял суть вопроса и, следовательно, не выразил готовность проявить жертвенную любовь по отношению к своему учителю и каждому верующему человеку. Блаженный феофилакт поясняет, трижды спрашивает его для того, чтобы показать, что он настолько заботится о верующих и столько любит своих овец, что попечение об овцах его служит признаком любви к нему самому. Первый вопрос, который Господь задает по Своем воскресении каждому из нас, дорогие братья и сестры, касается самого Господа. «Любишь ли меня?» И это действительно важно, потому что отношения со Христом и жизнь каждого из нас зависят только от ответа на этот вопрос. Ведь любовь всегда связана с ответственностью и жертвенностью. И, следовательно, мы по-настоящему любим Христа, если готовы отсечь все греховное, все то, что не соответствует Евангелию, взять свой крест и, исполняя волю Божию, последовать за Христом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова